Музыка Всем привет, с вами Дист И я продолжаю играть в Майкрафт У себя на карте С модами В прошлой серии мы Летели, летели, да наткнулись на океан И в этом океане мы уже нашли О, новые алмазы И в этом океане мы нашли пещерку. Сейчас мы на одиннадцатом уровне, и тем временем, пока мы ходили по пещерам тут, мы нашли аж целых 17 алмазов и 27 сапфиров, так хорошо, любимых мною, и нужных мне. Сапфиры вот нам нужны. Также в прошлой серии мы переименовали нашу наносаблю в нагибатор, правда это не столь важно. Смотрите вообще прошлую серию, если хотите знать, что было в прошлой серии, ведь это прошлая серия, и поэтому вы должны узнать, что было в прошлой серии, если хотите узнать, что было в прошлой серии. Ясно вам или нет? Так, я вот скриплю своей фигней, на которой у меня располагается клавиатура, не обращайте на это внимание, если снова услышите этот звук. Неприятный. Ведь любой скрип неприятный, правда? Так, снова я в лаве, но мне все равно, у меня есть любимый гравитационный нагрудник, который и так меня спасает. Офигенная вещь просто, всем советую. Да, правда энергия тут сжирается, но это фигня, у меня энергии очень много. Причем из ниоткуда, никакой там реактор не нужен, никакие там урановые стерни, правда оттуда энергии наверное больше было бы, но все равно, ничего это не нужно. Все с солнечных панелей, все бесплатно. Правда вначале нужно было заплатить за это многими ресурсами. Больше чем на производство ядерного реактора, там вообще практически ничего не нужно, только около двух стаков меди примерно, потому что там пластинки, медные пластины. Вот они только нужны для производства, там и для других пластин нужны, там для блоков реакторов все это нужно, все медь нужна. Ну и уран, руда, такая радиоактивная как бы. Все, за это тебе много энергии, но там нужно следить за ним, там чтобы он не перегревался и все остальное. Поэтому я собственно делать его не буду, потому что у нас есть солнечные панели. Еще одним способом заработки энергии есть ветряная мельница и водяная мельница. Кстати, я алмазы запалил. Вот, но они так мало энергии вырабатывают, что просто там вообще не разживешься на них. Не разжуешься, хотел сказать. Так, снова алмазики. Отлично. Но я тут хожу по заброшенным шахтам, пытаюсь найти факелы, которых у нас кстати осталось всего три штуки. Я никак не могу их найти. Плохо. Но хожу лишь дурацких криперов, алмазы, которые не дурацкие кстати. Ну и рубины и сапфиры, которые тоже кстати мне нужны. Для мультикристалла, как вы знаете, нужно использовать энергокристалл, который делается из алмаза и восьми редстоуна. Знаете, да это? А для мультикристалла еще раз, то есть с другой стороны, для мультикристалла нужно лишь один сапфир, то есть минус алмаз и минус восемь редстоуна. Это классно. Но это также для энергокристалла нужен рубин. Это классно, слушайте, я могу сделать рубин из энергокристалла, не используя алмаз, и могу сделать злопатрон, используя сапфиры, не используя энергокристаллы. Класс, слушайте, ребята. Так, я нифига не вижу. Так, вижу здесь эндермена, который мы все-таки убьем. Который убежал от меня, который мы все-таки убили. Так. Который нашумел мне тут еще. В общем, сейчас я нифига не вижу. И мне нужны факелы. Категорически нужны. Ну сейчас посмотрим, есть ли у нас уголь. Если есть, то мы сделаем, конечно, факелы из него. Потому что здесь есть доски. Так, рюкзак шахтера. Один уголь, всего лишь, всего один уголь, вы издеваетесь вообще. Давайте соберем 10 доски. Вот так вот. Вот. 16 досок нам пойдет. Это уже 32 палки. И сейчас осталось найти всего лишь 32 угля, чтобы получить нафига факелов. Ну, мы пока сделаем 4. Нам тоже это сойдет. уголь. Палка. Пакелы. Давай же, уголь. Нет, уйди. Ну, ладно. Мне, в принципе, все равно на твои взрывы. Мог даже не стараться. Тут у нас что-то снова уран. Тут у нас опять фигня. Слушайте. Я же получил 4 факела, правильно? Я что, их уже все растерял, потратил. Чего? Странно. В общем, у нас тут все равно есть уголь, который мы с киркой на удачу собрали. благополучно. Полным-полно угля. И нам этого точно хватит. Для производства факелов и так далее. Экзак шахтера. 38 угля, даже больше, чем палок. Отлично. Теперь у нас факелов предостаточно. Совершенно. Давайте, убивайтесь. В чё? Не стесняйтесь. Да вы чё? Я же вас убить хочу. Всего лишь убью. Стесняются еще. Ладно, так уж и быть. Ну, где вы там все? Давайте. Я же вас... Ох, вас сколько там? Увидели? Увидели это? Мне все там в Путине. Пожалуй, я подойду с другого ракурса, с другой... С другой стороны же. Так. И убью вас там. Это та же сторона. Сейчас чувство, мне будет больно. Поэтому я пока вот так уйду. Убью их здесь. Так, ты взорвался. Крипер, мне все равно. Ну, давайте, дохните. Вот, всех убил. Почти всех. Так, больше спамятиться вы здесь не будете. И, как вы мне уже сказали, больше паутины можно набрать электропилой. Правда... Нет, все-таки она быстрее. Хотел сказать, особой разницы я не заметил между наносаблей, то есть моим нагибатором. Но оказалось, что все-таки это бензопила быстрее. Так, снова факелы. А, я смотрю, тут что-то опять нифига нету. И это мне не нравится. Ну, правильно, мы уже на 31 уровне. Конечно, ничего не будет. Поэтому давайте вниз опять спускаемся. Вон, вниз, вниз. Так, берем эти сапфиры. Кстати, если все-таки заметите, что я где-то пропустил сапфиры, то нет смысла мне писать, я все равно туда не вернусь больше. Ведь я растерянный, бываю. И если даже вы на меня напишите, то я уже давно ушел из этой пещеры. Ведь я сегодня думаю собрать еще сапфирчиков, успеть. И вернусь домой. Вот. Так что не смысла мне писать, что я что-то забыл. Ведь это все равно не поможет. Тут у нас опять ничего нет. Вот, вижу лишь рубины, которые мы тоже должны собрать, дабы получить энергокристаллы халявные. Так. Там у нас водичка с зелеными сапфирчиками. Так. Не нравится мне вода эта, особенно с модом Smart Nulling. Все, неудобно с ней становится. И мы, кстати, уже получили тридцатый уровень. Ю-ху. И сможем зачаровать нашу... Ммм... Вещь любимую тоже. Бур. На тридцатый уровень. Ну, конечно, обойдутся ли нам хорошие вещи. Это еще вопрос. Все. Не теки больше. А то течет и течет вода. Не течь. Ну, не теки. Не знаю, как правильно. Хватит течь. Выключить течку. Прекратить течь. Ну, вот. А, давайте посмотрим. Нужно нам набрать стак... Стак сапфиров. Но у нас пока 31 штука. Но сейчас мы проверим. Правильно ли я думаю. Если правильно, то все отлично. Если нет, то не все отлично. Как тебя делать? Из энергокристалла, который делает, за свою очередь, из... Рубина. Тара-тара-тара. Смотрите. Моя тактика. 30 рубинов равно 30 энергокристаллов. Равно 30 мультикристаллов. 31 сапфир равно 31 мультикристалл. Все это вместе дает нам один стак. То есть, можно уже, в принципе, отсюда уходить. Мы набрали алмазов. Мы набрали все нужные нам ресурсы. И больше нам ничего не нужно. Мы даже уровень подняли с 12 до 30. Или с какого-то там был. Сейчас я еще спущусь сюда. Посмотрим, что здесь. И все. Тут нифига нет. Можно уходить. С помощью нашего летного нагрудника. В смысле, гравитационного. Но летный же. Гравитация. Летать там. Ну, вы понимаете. Надеюсь. Так. Можно уже отсюда выбраться. Смотрите. Вот так, через дырочку. Зачетненько. А наш дом там. То есть, на полную катушку взлетаем. Па-бам. Смотрите. Я нажал альт. И теперь летим мы крайне быстро. Вот так вот. Да. Смотрите. Мы сейчас быстро домой прилетим. Правда, мир не успевает прогружаться под нами. И энергии кончаются крайне быстро. Но нам все равно. Мы же все это зарядим. Смотрите. Уже 68%. Но до дома мы долетим реально быстро. Реально быстро. И вот мы уже у дома. Па-бам. Шикарно. Сработано. Все, мы уже у дома. Можно поспать. И в следующей серии начинать делать именно те самые мультикристаллы для изготовления нового энергохранилища. Тут у нас нужно собрать всю фигню. Тут у нас нужно зарядить всю фигню. Так, энергия отжирается быстро говизрационным наградником. Это радует. То есть теха наша должна заполняться. А не просто стоять на 10 миллионах энергии. Это не круто. Кстати, здесь у нас, да, 10 миллионов. Здесь 1 миллион. Здесь 1 миллион. Здесь 1 миллион. Так, думаю, стоит сложить все добытые нами ресурсы по сундукам. В частности, это нужны нам. Вот, алмазы. У нас уже полтора стака их. А полтора стака, это офигенно. Все, вот это складываем. Вот это складываем. Уголь складываем. Эрдстоун, зеленые сапфиры. Золотую руду сейчас перемолим. А вот эта добыча 3, по-моему, это классно. И если сейчас попадет нам такая крутая вещь, как удача, то я буду рад. И, наверное, то есть зачарую прямо в этой серии. Супербур. Хотя... Вот жопу чушь, что будет что-то не так. Так, ведь... У меня всегда что-то не так. Поэтому, думаю, не стоит. Я потом лучше за кадром сделаю бэкап и нормально зачарую. Давайте лучше проверим, работают ли правильно наши механизмы. Так. Такие как... Тут у нас вода кончилась. Не то, не туда. Такие как перфяная ферма и деревянная ферма. В смысле, древесная. Ну, вы поняли. Которая дерево производит. Тут у нас болт на земли хватает. А тут у нас гумуса предостаточно. Так, сколько ты добыл у нас дерева? Вот вопрос. Мне нравится березовое дерево, именно поэтому я и стал его выращивать. Ну, 5 стаков. Нормально. Если считать, что у нас еще там гумуса... Ой, не гумуса, а гивеи полно. Это нормально. Слушайте. А, нет, все-таки землей закрою. А то как говно смотрелось бы. Я хотел предложить вам землей закрыть все это. Это было бы убого. Так, кстати, карьер. Сколько ты у нас прокопал? Вот столько. Но, ничего, хватит тебе. О, смотрите, у нас какая-то шахта здесь. Я помню, я, значит, не эржился. Это моя шахта. Ну-ка, что у нас здесь есть? Не, не хочу. Не, тут слишком долго. Просто обычная шахта, по-моему. А раз я уже в ней был, значит, тут добытых ресурсов, точнее, ресурсов для добывания нету. Так что не стоит в нее ходить. Тут у нас тем временем 11 капсул. Давайте 11, 10. Значит, 10 сюда. А 9 вот сюда. Тут у нас 19 торфа. Давайте зарядим наши трофейные двигатели. Вот здесь вот. Так. А, у нас там 8 двигателей. По-моему, 8. Поэтому возьмем 8 стаков. Ну, 6. Нет. Как это делается? Вот так. Идем сюда, заряжаем. Заполняем, в смысле? Ведь какая зарядка? О какой зарядке может быть речь? Как раз ровно 6 стаков нам потребовалось. Даже меньше. Все отлично. Теперь разбираем отсюда золу. Так. Она нужна для компоста. 3 и больше 3,5 стаков. Кстати, смотрите. Что с деревом произошло? Видимо, мне придется его срубить. Жаль, жаль, жаль. Такое хорошее было дерево. Ну, ладно. Что ж ты поделаешь? Раз нет нижнего ствола, значит нет самой елки. Так, что кладем мы с вами в золу. И она сейчас у нас будет постепенно забираться. Также зола, по-моему, здесь есть. Вот здесь вот. Нет, в шахтере. Значит там... Если там 0 слотов, значит там ничего нет. Смотрите, сколько торфа уже у нас тут идет. Прикольно, прикольно. Земли у нас тут предостаточно, а значит должен идти гумус. Ну-ка посмотрим. Идешь ли ты там? Вроде стало больше. Значит уже все. Так быстро. Ну ладно. Тем не менее, это конец серии. Все, значит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, вступайте в группу ВКонтакте, задавайте свои вопросы в ворум-стринге и читайте твиттер. Коробочек с телем у нас полным-полно. Прям просто полным-полно. Они даже вылетают. И прочее мне не нужны. Пофигу, не хочу. Рандомным там образом всякие вещи убивать. Там все равно говно. Если хотите играть на данной сборке, то для вас есть видео, которое вышло больше месяца назад, потому что мне лень уже обновлять эту сборку. Все равно найдутся недовольные. Да. В общем, это все. Пока.